Спасибо. Друзья, главный тренер Омского авангарда, Боб Хартли, готов подвести итоги встречи. С победой, Боб, и подведите, пожалуйста, итоги матча. Боб, и подведите, пожалуйста, итоги матча. Боб, и подвести итоги матча. И это именно то, что произошло. Очень приятно, что мы победили большие победы, 5-5. Это очень хороший побед, особенно, когда мы победили 1 в овертайне. Я думаю, что это отличный улучшитель для игроков. Они получают кредит. Сегодня до последнего была интрига, и финальный бросок решил исход матча. И, к счастью, нам удалось его нанести. В целом, мы забили важные голы в большинстве, в расстановке 5 на 5. И победа тем еще более важна, что мы, наконец, все-таки одержали ее в овертайме. Это придаст нашим ребятам заряд положительной энергии, и все они заслуживают похвалы. Коллеги, далее вопросы. Не забываем, как всегда, представляться. Здравствуйте, Азамар Шулуков, Медиакорсут. Два вопроса. Первый вопрос. После предыдущего домашнего матча вы высоко оценили Хартиканина. Пытались ли вы сегодня уделять особое внимание финскому звену соперника? После нашего матча в Ауобарне, вы получили высокую оценку Хартиканина. Так что вы получили специальную внимание к нему и к нему сегодня? Нет, нет. Нет, нет. Никакого команда, который не обращает внимание к нему Маннинин, сделает большую ошибку. В моем книге, это топ-лайн в КХЛ, и вы добавили Ларсона на это. Это очень опасная комбинация. Абсолютно никаких сомнений в этом быть не может, поскольку я считаю, что та команда, которая не будет уделять внимание звену Маннинина, она совершит огромную ошибку. Я считаю, что это просто топ вообще сочетания в КХЛ, и плюс еще Ларсона, если сюда добавить, то, конечно же, это очень опасная комбинация. Вы много играли против Салавата в прошлом. Можете сравнить Салават времен Николая Цулугина с командой Томи Ламсы? Какие изменения заметили? Спасибо. Мы встречали Салават много раз, так как можно сравнить Салават, как это было, когда руководил Цулугин, и сейчас, как Томи Ламсы? Нет, это же самое. Я считаю, что вы смотрите Маннинин, и Кадейкин, они могут трогать четыре линии, что физически они очень большие, они очень быстрые клубы, их д-мены играют хорошую игру, плюс Метсола и Нет, но это не сюрприз, что эта команда всегда тяжелая к победе. очень важный соперник, и очень нелегко его обыгрывать. Владимир Бакулин, KHL. Добрый вечер, Боб, с победой. Сегодня не играл лучший бомбардир Буше. По какой причине? Какой причина, Рид Буше не был одержан в игре? Повторый. Рид болел. Второй вопрос. Бог, насколько вы довольны игрой Ильи Ковальчук в новом сочетании? Как рады вы с Илья Ковальчук и с новыми линейками? Да, мы знаем, что Ковальчук будет привести к нам. Конечно, он требует времени. Он не играл за почти 9-10 месяцев. Он не получил много практики. Время разница. Я думаю, что мы должны ему дать ему 5-10 матча для того, чтобы он вернулся в игре. И он будет хорошо. Илья Ковальчук может. И что он действительно привнесет нашу команду. Но здесь нужно учитывать, что он очень долгое время не играл. Порядка 9-10 месяцев. Плюс он не так много тренировался. Также накладывается еще и разница во времени. Поэтому мы готовы потерпеть. Мы не торопимся. Я считаю, что ему нужно порядка 5-10 матчей для того, чтобы вновь это чувство игры полностью вернуть. Но в любой момент, когда он выходит, и в каждую свою смену он является настоящей угрозой воротом противника. Добрый вечер. And really, I think, I think at least fans liked the game today. A lot of goals. It was a really, really good opponent, like we knew that before the game. And it was like the level of battling, tactical elements. It was like a playoff game today. I'm really satisfied how we came back again and again to the game against a team like this. It tells a lot, lots of our character. But for sure, let's go overtime penalty. This team, what we need to improve. I hope, first of all, that game liked the game, because today was a lot of goals. If you're talking about the game, then today match was similar to the tactics and the level of battle. And we're going to playoff playoff. And I like the character that the team showed in the game. When we were together, we could play a lot of players. We were able to play against a player. We were able to play against a player. And I was able to play against a player. We were able to play against a player. It's a positive moment, which I like. But if we talk about the goal in the game, в меньшинстве в овертайме, то здесь, конечно, нам вот идти на эти моменты надо еще работать. Владимир Бакулин, KHL, добрый вечер. Вопрос касаемо Хартиканина. Второй матч подряд мы наблюдаем, что у Харти пропало движение. Где-то такое ощущение, что он физически как будто подсел. Вот что вы думаете на этот счет? Я думаю, что он в хорошем состоянии. Как я уже говорил, как я уже говорил, когда вы играете с хорошей энергией. Но каждый день он очень помогает нашим командам. Нет, в Хартиканинах в хорошей форме, но, как я до этого и говорил, несколько матчей назад, то бывают такие эпизоды у игроков, когда они выступают хорошо, а когда бывает чуть хуже у них получается на льду. Алексей Горенов, Московский Минсамальский. Томми, оцените отдельно второй период, когда ваша команда имела тотальное преимущество, забирала соперников в зоне большую часть времени и в итоге не забросила, а пропустила в концовке. Как бороться с такими отрезками? Что делать? Нет, проблема была, что мы не смогли. Это была нашим лучшим периодом сегодня. Так, тактически. И мы играли хорошо. Мы следили за нашим планией. И я думаю, что на втором году это было время, чтобы победить этот матч. Но, как ты говоришь, мы не смогли выиграть. И для того, чтобы противник оборудовал хорошо. И у нас очень хорошая голова. И несколько хороших шагов. Думаю, что это был один из лучших вторых периодов вообще периодов в нашем сезоне. Мы очень хорошо тактически действовали. Были отличные шансы для того, чтобы даже игру в этом периоде выиграть. Кстати, я с вами согласен. Но, к сожалению, сегодня не удалось этот момент реализовать. Но если говорить о причинах, то отметим, в первую очередь, хорошую игру оппонента в защите. И плюс голкипер в нужных ситуациях соперника сегодня подтащил. Ну, в третьем периоде вы говорили о том, что хорошо отыгрывались. Не является ли большой проблемой для команды, что после этого тут же соперник достаточно легко уходил вперед. Вот эти шайбы после забитых достаточно легко пропускающиеся. Вот что с этим делать? Да, это был пар-плей гол. И я должен проверить эти голы в видео после этого. Есть много деталей о том, что происходит в игре. И вы должны проверить эти маленькие деталей после этого. Но когда вы падает, то не важно, какой оппонент выиграет. Но если вы падает, и вы продолжаете играть в игре, я думаю, что это говорит много о характере. Вот это я имею в виду. Сейчас конкретно, детально сложно ответить. Потому что в таких матчах, как раз таки, если говорить о тех голах, что соперник забивал, там, во-первых, решало большинство соперника, то нужно разбирать по видео, внимательно изучать компоненты эти. Но если говорить в общем, то здесь самое главное, что не важно, как ты пропускаешь эти голы. Важно, как ты реагируешь. И важно, как раз таки, что я уже до этого говорил, что характер мы проявляли и в игру возвращались. Здравствуйте. Вот вы как раз сказали, что решало большинство соперника. Оцените, пожалуйста, сегодня дисциплину команды. Но все-таки три гола в большинстве соперник забил. Давайте поехали. Зима, я хочу сказать, что у нас в Омске, это будет очень большой, очень высокой. И это было очень много. Наталья, что мы должны были играть. Но оба дисциплина, я бы хотел бы сказать, что мы были так много эмоций. И мы были так много эмоций. Мы были так много эмоций. И мы были так много счастливы. И это было очень важно для этого. Я думаю, что в первую очередь такое количество удалений, которые, конечно же, не нужно совершать против таких сильных соперников, как Авангард, но идет от излишнего желания, от большого эмоционального настроя команды, которая хочет победить, и поэтому где-то немножко перерабатывает, и случаются такие удаления, поэтому надо в этих ситуациях играть умнее. Хорошо известно, что Авангард – одна из самых самоотверженных команд в КХЛ, они блокируют очень много бросков, и смысл в этом в том, чтобы сохранить шайбу. Вы уделяли вообще этому компоненту внимание? Как вообще бороться с таким? Да, мы сделали план, потому что они блокируют шайбу, и я думаю, что мы сегодня победили 5 гол, поэтому наш план работает довольно хорошо. И я думаю, что наши 5 забитых, заброшенных шайб сегодня – это хорошее подтверждение тому, что, в принципе, у нас сегодня сработало нападение. Николай Целугин много сражался с Авангардом в плей-оффе. Вы как-то с ним особенно обсуждали подготовку к игре, может быть? Совет у него какой-то брали? Спасибо. Это мой четвертый год в Салават. И я думаю, что ты номер 20, как coach. Каждый год, каждое коучинство, с сегодняшнего дня, с прошлого дня. Мы работаем вместе, мы делаем планы вместе. И как мы сделали в прошлой сезоне, как мы работаем сейчас, это не только один-мэн-соу. С первых дней, как я в команде, мы всегда работаем все вместе. И тут нет такого разделения. Поэтому мы все совместно делаем. Поэтому здесь немножко мне вопрос непонятен. Вопросы из зала у нас закончились. Есть ли вопросы из зума? Ну, в сути, коллеги молчат. Спасибо, Томи. Гуд лак. Спасибо. До свидания. Защитник Кунского авангарда Оливер Каскин готов побеседовать с нами. Пожалуйста, комментарий по прошедшему игре. Комент о том, что играет? Да, это было странное игре. Я думаю, что фанаты любили этот игрок. Многое события, многое происходило. Мы очень рады, как мы в игре в игре и получили победу. Но при этом болельщикам, думаю, что он очень понравился, поскольку был таким богатым на голы. И очень многое на льду происходило. Я очень доволен и рад, что мы одержали победу. Здравствуйте. Азамат Шалуков, Медиа Красити. У вас сегодня шесть воросков, створ, что довольно много для защитника. И дубль, что тоже довольно редко. Прокомментируйте, пожалуйста, свои заброшенные шайбы. Изучали ли вы Метцелу, особенно перед матчем? Спасибо. Оливера, вы сделали шесть шансов на гол сегодня. И также выиграли два гола, что не очень комфортно для Д-мэн. Так что вы изучили Метцелу, а как вы можете помнить о твоих голах? Нет, я не очень много изучил его. Он хороший гол, я просто пытался ударить на нервы, и на первом, Д-мэн, который был хорошим. И на втором, я думаю, он мог бы ударить на их гима, поэтому у меня есть счастье. Детально я так не могу сказать, что я все-таки изучал Метцелу. Я знаю, что он прекрасный, очень сильный голкипер, и поэтому я старался наносить броски, уже надеяться, что шайба залетит в ворота. Если говорить о первой моей шайбе, то там здорово партнеры закрывали вратаря, а во втором моменте, я думаю, что, возможно, даже шайба задела защитника противника, и уже от него залетела в ворота. Поэтому я считаю, что все-таки в обоих таких шайбах нам способствовала и сопутствовала удача. Владимир Бакулин, КХЛ. Оливер, авангард третий матч подряд не может выиграть в основное время. В чем вы видите главную причину? Это наш третий матч в ряду, когда мы не можем победить в регуляциях. Как вы думаете, это главная причина для этого? Я не знаю, мы должны играть немного лучше, когда мы имеем в виду. Я думаю, сегодня мы были возможность победить в регуляциях в 60 минутах. Но я думаю, что это было в правильном направлении, чтобы победить в победу, даже если это было в оборота, и мы можем строить от этого. Даже не знаю, откровенно говоря, но считаю, что нам нужно лучше действовать, когда мы ведем в счете. Сегодня мы могли решать исход игры в основное время, но несмотря на то, что все-таки игра перешла в овертайм, мы одержали победу. Это такой хороший шаг в правильном направлении, и будем уже на этом основываться и двигаться дальше. Спасибо. Судя по всему, вопросов у нас больше нет. С победой, Оливера и успехов. Защитник Слава Твилайва, Михаил Науменков, на связи с нами, и он готов прокомментировать итоги встречи с Омским Авангардом. Здравствуйте, Михаил, и оценка игры. Здравствуйте. Сложную оценку дать, конечно, когда такой счет, много голов. Я думаю, что мы, главное, играли до конца, в каждом моменте. Все время выравнивали счет. Сначала вели, потом в итоге пришлось одно отыгрывать все время по ходу матча. Но не сдались, молодчики все, красавцы. Это была больше похожая игра на плывов, чем на игра обычная, регулярная в сезоне. Очень интересно. Здравствуйте. Заман Шалуков, Медиакорсет. Согласны, что удаление сломали салават в игру сегодня? Не, ну, когда удаление, это понятное дело. Через это надо проходить. Еще будет не один раз такой матч, где надо вытаскивать с меньшинства. Большинство решает исход матча, особенно в плывов. Поэтому надо над этим больше уделять внимание, я считаю, и будет все хорошо. У вас три гола после перехода в салават. Насколько довольны своей собственной игрой после отмена? Как все получается, на ваш взгляд? Насколько вылились в коллектив? Можете ли сказать, что уже, ну, все, привычно стало все? В коллектив-то я влился, я прямо пришел, и меня сразу, я говорю, что вы приняли хорошо. Поэтому вопрос, ну, как бы, его даже, не знаю, не стоит, наверное, задавать, потому что здесь коллектив хороший. Все ребята, все ребята молочи. По поводу голов. Здорово, когда получается забивать. Конечно, приятно. Спасибо партнерам, что дают. Кадесе мне отдал хороший пас в центр. Ничего не могу сказать. Ну, суть по всему, у нас вопросы закончились. Спасибо, Михаил. Еще раз удачи. Спасибо большое, что все на сцене. Здравствуйте. Здравствуйте, Глеб. К нам присоединился форвард. Салават Вивайл. Глеб Кузьмин. Для начала оценку матча. Ну, неудовлетворительно, потому что проиграли. Ну, если про оценку говорить. Ну, а комментарии какие-то будут? Ну, подвели, наверное, удаление. Хотя удаление, не знаю, может быть спорное. Хотя это, наверное, не мне судить. Ну, в частности, наверное, подвели удаление, и они реализовали большинство. Здравствуйте. 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 Несколько игр вы уже провели в Салавате, после того, как вас вызвали. Ну, после того, как ребята уехали на МЧМ. Как вам объясняли вашу роль, насколько вы пока сами собой довольны? Ну, роль чертова звена, грубо говоря, давать передышку первому звену. Вот, и я стараюсь делать все возможное. Оценку своей игре – это не мне давать. Если тренера ставят мне состав, значит, все нормально. Вот, я стараюсь выполнять свою работу и получаю удовольствие от каждой смены, которую я тут нахожусь. Ну, а сегодня, например, на вас спалили. Это будет явно положительный момент? Ну, да. Это и был бы более положительный момент, если я бы забил в том моменте. Но удаление заработал, да. Тоже есть свой плюс. Можете в двух словах рассказать, как именно Салават сегодня планировал играть с авангардом? Ну, то есть какая установка была, потому что сегодня команда явно была, ну, очень заряженной, гораздо агрессивнее, чем обычно. Спасибо. Ну, установка всегда у нас одна. Быть, ну, быть пятером, одним кулаком, пять назад, пять вперед. Мы всегда стараемся. Это задача, которая нам стоит выполнять. Алексей Говенов, московский комсомолец. Глеб, ну, как правило, четвертому звену противостоят третий, четвертый звень соперника. В основном во многих командах это такие гренадеры, да, здоровые ребята, чекеры. У нас четвертое звено, не скажешь, вы самые крупные в команде. Насколько справляетесь с силовой борьбой и вообще физически, насколько просто играть в этом звене? Ну, мне кажется, ну, это мое мнение. Хоккей уже уходит от этого, то, что в хоккей играют только большие ребят. И в четвертом и третьем звене, ну, по мне сейчас играют те, кто больше хочет. И своим ростом и весом я могу не уступить в борьбе тому же, ну, те ребята, которые больше меня. И шире, и выше. Так же, как мои ребят, ну, мои партнеры, кто со мной играет. Спасибо. Глеб, сейчас, секундочку, у нас из зала вопроса закончились. Ну, и, судя по всему, из зума тоже. Спасибо. Успехов в дальнейшем. Спасибо, Иван. До свидания. Спасибо.